В наши дни часто можно услышать, как враги азербайджанского народа и некоторые его не обделенные умом представители, утверждают, что слово «азербайджанец» в отношении нации впервые придумал и ввел Сталин. Согласно сепаратистам, таким образом Сталин придумал и создал азербайджанский этнос, которого до этого не существовало на этих землях. Это якобы было специально, чтобы уничтожить остальные народы. Согласно пантюркистам, это было сделано для того, чтобы уничтожить самосознание нашего народа, чтобы мы забыли свое тюркское происхождение. Однако, соответствуют ли действительности эти утверждения? Сталин пришел к власти после 20-х годов 20-го века. Получается, что этноним «азербайджанец» не должен был использоваться до этого времени. Обратимся к старинным российским книгам. Книга под названием «Грамоты и другие исторические документы 18-го столетия», относящаяся до Грузии, том 2, с 1768 по 1801 год, Санкт-Петербург. В 1782 году, Фаталихан Кубинский пишет письмо к грузинскому царю Ираклию, в котором указывает различные национальности такие как грузинец, лесгинец и азербайджанец. Соответственно, Фаталихан использовал это слово исключительно как этноним, учитывая факт, что лесгины также проживали в кубинском ханстве. Следующая книга называется «Причины неурядиц на Кавказе», автор Березовский, 1908 год. Автор пишет, азербайджанцы, населяющие Восточный Кавказ и бывшие под властью Персии, составляли когда-то мелкие ханства, которые сперва достигли относительной самостоятельности, а потом и вовсе отделились от Персии. На очереди книга, сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии, Санкт-Петербург, 1891 год. Автор пишет, артиллерия комплектуется исключительно азербайджанцами, и на этот раз мы видим черным по белому этот этноним. На очереди книга, авторства Никольского, под названием «Поездка в северо-восточную Персию и Закаспийскую область, 1886 год». Автор пишет, жители Наукяна принадлежат к турецкому племени, это так называемые азербайджанцы. В отличие от коренных персов или фарсов, они чрезвычайно радушны и гостеприимны, деятельны и храбры. Затем идет книга под названием «Общая грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1846 год». И тут, к большому сожалению наших недоброжелателей, мы становимся свидетелями того, как автор неоднократно, прямым текстом называет нацию азербайджанцами, а язык азербайджанским. Но на этом, конечно, мы не остановимся. Следующая книга, практическое руководство турецко-татарского, азербайджанского наречия, автор Буддагов, 1857 год. Тут тоже, как мы видим, все складывается не в пользу наших оппонентов. Далее, обратимся к книге 1845 года, под названием «Журнал Министерства народного просвещения, Санкт-Петербург». В этой книге есть целый раздел, посвященный азербайджанскому тюркскому наречию, в котором, как ни странно, упоминаются азербайджанцы как этническая единица. Затем книга, авторство Лазарева, под названием «Турецко-татарско-русский словарь на речи», Москва, 1864 год. И тут в очередной раз мы видим упоминание азербайджанцев наряду с турками как отдельные нации. Книга под названием «Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики». Санкт-Петербург, 1854 год. Тут точно так же, без лишних комментариев. Березин, путешествовавший по Северной Персии в 1842-1845 годах, написал об этом книгу. И помимо того, что он сам употреблял термин «азербайджанское наречие», он также писал, в Азербайджане господствует особенное наречие тюркского языка, называемое по имени этой области. Книга называется «Путешествие по Северной Персии. Казань, 1852 год». Также выкладываем словарь времен Российской империи, пограничный переводчик. Третий том, издан в Петербурге в 1890 году. В том включены 12 языков. По алфавиту первым идет азербайджанский язык, который так и называется «Азербайджанский язык». Далее идет книга «Библиотека для чтения», том 87, Санкт-Петербург, 1848 год. Жители Табриза тут упоминаются как азербайджанцы. Всеми известная книга «Кавказ», «Русское дело» и «Междуплеменные вопросы». Автор Василий Львович Величко, 1900 год. Автор пишет, азербайджанцев называют татарами, но это совершенно не точно. По основному же происхождению азербайджанцы, тюрки, туранцы, кровные родственники древних агузов, сельджуков. У азербайджанцев кровь, несомненно, благородная, они от природы добры, мужественны, великодушны, способны к умственному и нравственному развитию. И далее во всей книге автор указывает азербайджанцев как тюркскую национальность за Кавкази. Мамета Амин Расулзады в книге «Азербайджанская демократическая республика». Парламент, стенографические отчеты. Страница 448 говорил. Напрасно они питают себя иллюзией о том, что они торжественно вступят в нашу столицу и азербайджанцы выйдут коленопреклоненно целовать ноги царским генералам. Быть может, наши головы будут потоптаны под их ногами, но целовать эти ноги мы не будем. Он выразил надежду на то, что азербайджанцы славную смерть во имя своей самостоятельности предпочтут бесславному рабскому существованию. Также, в журнале «Ёни Кавказья», Расулзады посвятил этой теме большую статью, в которой говорил, «Самый большой гнев у наших иранских друзей вызывает мое утверждение, что азербайджанцы являются тюрками. Я не вижу ничего более банального, чем гневаться на данный факт. Если для определения этничности народа имеет значение язык, то азербайджанцы – тюрки. Невозможно представить себе более абсурдный ответ, нежели то, что Чингисхан тюркизировал тогдашнее персидское население Табриза. Язык Деде-Коркута не так уж сильно отличается от языка, который мы сегодня можем услышать в Ириване или Табризе. Как известно, в старые времена русские имели привычку называть все тюркские народы татарскими, и часто наряду с азербайджанцами наш народ называли закавказскими татарами. Окончательную точку в этом вопросе поставил азербайджанский публицист, просветитель, востоковед, языковед, педагог и общественный деятель Мухаммад Агаших Тахтинский еще в 1891 году, задолго до появления какого-то Сталина. В своей статье, под названием «Как называть закавказских мусульман», опубликованной в газете «Каспий», Шахтахтинский пишет, до недавнего времени на русском языке, называли закавказское магометанское население мусульманами, разумеется под этим не вообще исповедатели ислама, а говорящие на тюркском языке население русского Закавказья. Подобное название народности, по имени его религии заимствовано русскими от самих закавказских магометан, которые и поныне называют свою народность и свой язык только мусульманскими, потеряв понятие о языке в понятии религии. На вопросы, какой он народности и на каком языке говорит, закавказский магометанин другого ответа не дает, кроме того, что он мусульманин и говорит по-мусульмански. Армяне-католики тоже называют свою народность и свой язык только католическими. Желая дать закавказским магометанам имя, исходящее не от их веры, а от их народности, за последнее время начали на Кавказе на русском языке называть закавказских магометан татарами. Язык, на котором говорят закавказские магометане не татарский, а турецкий или что одно и то же тюркский, делящийся на главные диалекты, османский, сельджукский и азербайджанский, неудобство называния закавказских мусульман татарами на практике чувствуется в Баку. Здесь русские, лучше знакомые с татарским населением внутренних губерний, скорее других постигают какая большая разница существует между закавказским тюрком и татарином внутренних губерний по языку, по виду, по нравам и обычаям. А того Баку, где тоже чувствуется потребность давать закавказскому магометанину имя, исходящее от его народности, называют местных правоверных персиянами. Конечно и это название неудобно, ибо если закавказские тюрки не татары, то они и подавно не персы. Народы отличаются друг от друга по языку, а тюркские и персидские языки совершенно различны между собой. Называть закавказских мусульман татарами неудобно еще и потому, что эти мусульмане которых никогда не они сами, не их ближайшие соседи, персиане, османы, курды и армяне не называли этим именем, не хотят и слышать о таком имени. Сказать правду, оно их просто оскорбляет. Со времен нашествия Тамерлана имя татарина произносится не без злобы и ненависти во всей Азии, которую так незабвенно опустошил грозный монгольский завоеватель. Удобнее всего было бы называть закавказских мусульман азербайджанцами, а их язык азербайджанским. Провинция Азербайджан, большая часть которой отошла от Персии к России и составляет нынешнее Закавказье, населена почти исключительно этим тюркским народом, который как восточные писатели так и европейские географы иначе не называют как азербайджанскими тюрками. В обиходной жизни неудобно называть народ двумя словами, говоря например азербайджанский тюрок или азербайджанский турецкий язык. Поэтому, целесообразнее было бы на русском языке закавказских мусульман вместо татар называть азербайджанцами, а закавказский тюркский язык вместо татарского – азербайджанским. Подпись – Мухаммад Агаших Тахтинский. Приведенные нами доводы составляют лишь малую часть того, что есть на самом деле в старинных архивах и книгах. Все предоставленные книги находятся в свободном доступе в интернете, все они опубликованы намного раньше Сталина, желающие могут перепроверить информацию. После всего увиденного напрашиваются очевидные выводы, такие как то, что азербайджанцы – это название титульной тюркской нации Азербайджана, а не гражданство, что азербайджанцев не придумал и тем более не создал Сталин в 1936 году, он лишь утвердил официальное название, которое и так широко использовалось к тому времени как российскими писателями, так и азербайджанскими деятелями. Мы стали свидетелями того, что в прошлом наш народ называли по-разному, и тюрками, и татарами, и мусульманами, а также азербайджанцами, названием которое по праву закрепилось за нами и по сей день. В ответ на обвинение пантюркистов о том, что якобы называя себя азербайджанцами мы забудем свое тюркское происхождение, и что называть себя мы должны исключительно тюрками и никак иначе, хочу привести высказывание писателя и историка Карамзина, который сказал, ни один из нынешних народов татарских не именует себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей. А нашей землей, нашей родиной, на которой исторически формировался наш народ, является Азербайджан. Наши предки построили и отстояли это государство, поэтому мы имеем полное право называть себя азербайджанцами. Все остальные тюркские и славянские народы называя себя по названию земли своей, не забывают свое происхождение и по сей день. Поэтому этот аргумент не выдерживает никакой критики, и, покуда мы говорим на своем языке, имеем свою страну, имеем национальное самосознание и интересуемся историей предков. Мы не должны забывать, что являемся мусульманами, тюрками и азербайджанцами. Ни один из этих факторов не противоречит другому, но наоборот, они все являются связывающим звеном, формирующим нашу нацию. Говоря азербайджанцы, я имею в виду не гражданство, а национальность. Вкладывая в это слово тот же смысл, который в него вкладывали все перечисленные ранее нами авторы.